Ты давай иди спать, а я проверю, спят ли дети. Филипп спит. А это что такое? Кирилл? Кирилл, это что такое? Ты что тут делаешь? Мам, я просто такую классную книгу нашёл и читаю её. А почему надо ночью-то читать? Книги вообще-то днём читают, а не ночью под одеялом. Мам, да это просто такая увлекательная книга, я отторваться не могу. А что за книга такая? Ты вообще где взял-то её? Ты же книжки-то не очень читать любишь. Да, обычно я книжки не очень люблю читать. Это мне попалось на ютубе. Вебакс. Братья и гора. Часть первая. Таинственные стены. Так, давай завтра с этим всем решим, хорошо? Хорошо. А сейчас ложишься спать. Завтра после школы придёшь и почитаешь. А тут этим светом Филиппа разбудишь. Ложи её с собой. Всё, давай, спокойной ночи. Спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Возьму её в школу. Буду так читать. Кирилл, а что ты там до полночи возился и спать мне не давал? Филька, да тебе не понять. Я такую клёвую книжку нашёл. Вот и читал её полночи. Даже с собой в школу возьму. Буду на переменах читать. Это что у тебя там за книжка такая? Ты же читать не любишь. Я читать не любил, пока эту книжку не нашёл. Вот, называется «Братья и гора». Мне, кстати, про неё всю ночь снились сны. Дай, ну-ка я сейчас посмотрю. А про что тут? Тут вообще про двух братьев. Как мы с тобой? Хочешь, расскажу? Давай. Однажды ночью двум братьям, Мишей и Илье, приснился один и тот же сон. И приснилось, что гора во дворе их дома наполнена сказочными существами. И волшебным образом у одного из братьев оказывается кристалл. И они увидели, что во дворе их дома светится гора. Они пошли и вставили кристалл в гору, и в горе оказался сказочный мир. Эх, жалко, что у нас такой горы в доме нет. А может и есть. Нам просто надо кристалл найти. Там в этой горе вообще круто. Там их встречает говорячий кот. У него три уха и два хвоста. Мне кажется, есть такой кристалл. Знаешь, Филипп, когда кто-то в горе врёт, то у кота шевелятся уши. Чё, два сразу, что ли? А, три. Как, трёхушастый ход? Да, поищи картинку, тут есть. У него не только три уха, а ещё и два хвоста. Ха, прикольно. А я как раз хочу завести кота. Интересно, такого можно? Вот он. Да, видишь, какой глёбый. Я же говорю, картинки классные. А это чё такое за деньги? А это моя закладка. Тысяча владлей. Ты где их взял? А я их нашёл. Где? В горе. Ага, сейчас у кота третий ухо зашевелится. Вон мне зашевелилась. Так это картинка гиггайней. Не, реально клёвые картинки, как будто мультик. А это чё за хрюня? Это тоже персонаж этой сказки. Она их встретила и накормила. Ладно, Филька, давай. Ты потом сам почитаешь. Давай тогда дочитывай быстрее, я тоже хочу. Да, ребят, а если вы тоже захотите почитать очень крутую книжку, то, братья, игра я вам очень советую. Тем более, это только первая часть. А я знаю, что выйдет вторая и третья. А где ты её вообще нашёл? Вообще, я её случайно увидел на Ютубе. Она называлась «Анимационная книга для детей». Анимационная это ещё как? Ну, сейчас покажу. Вообще, здесь есть QR-код сзади книги, чтобы быстрее найти. Если его сканировать, попадаешь на Ютуб сейчас. А если бы у меня не было книги, как бы я её сканировал? Так а ты, я тебе сейчас для скорости переходим на Ютубком. А ребятам я оставлю ссылку на Ютуб, чтобы они просмотрели. То есть, ещё маленькие дети, которые не умеют читать, могут посмотреть её на Ютубе, послушать и посмотреть прикольные анимационные картинки. Например, вот Вера Бакс, детский писатель. Вот второй плейлист, это «Братья и игра». И здесь все серии подряд. Вот, смотри, сейчас включил какой-нибудь, например, 11-ю серию. «Братья и игра». «Таинственные стены» серии 11-й серии. А вот и эта книжка. Сейчас, вот. «В горе стояла очень приятная атмосфера. Везде горели свечи». Такое можно на ночь включать. Да, можно. И смотри, какие здесь красивые картинки. А это наша повариха Хрюничка. А, вот эта Хрюха. Лишь бы хоть что-то продать, а то местные жители стали очень активно уходить с родных мест в другие деревья. Ну, тебе лучше знать. Наверное, какие-то Харьки. Не очень. Вот как раз у меня на эту четверть есть книга для меня классного чтения. Вообще, во, рекомендую. Правда, прикольная. А я пока что тогда начну с первой части смотреть. Конечно, Лизуха. Школа со второй сменой. Все, давай, Хрюк, пока. Давай вечером ты скажешь, докуда ты прочитал, а докуда я досмотрел. О, я ее за два дня прочитаю. Жалко то, что у нас во дворе горы нет. Может, подальше где-нибудь есть? А вообще, пойду кристалл. Поищем, может, мне он тоже достанется? Гора, стоящие в их дворе, наполнены сказочными существами. Чудесным образом у Ильги в руке оказывается магический кристалл. С его помощью они входят в гору. Там их встречает говорящий кот с тремя ушами и двумя хвостами. Когда кто-то врет, его уши начинают шевелиться. Он рассказывает, что стены их горы – это проходы в другие миры и вселенные. Илья касается тени и обжигает руку, потому что выясняется, что это солнце. Мальчики решили прогуляться по подземелью. Но тут слышат наверху какой-то грохот. Кот, которого, как выяснилось, зовут Барс Михайлович, знакомит ребят с говорящим полной калейдоном. Мальчикам все очень интересно, но вокруг слишком темно. Тогда Барс хлопает в ладоши, повсюду разгораются свечи. Откуда-то издалека доносится смех. Барс говорит, что это шушала. Мальчики идут по темным тоннелям и оказываются возле загадочных дверей.